Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Действительно, зрителю будет на что приходить в наш театр. У нас началась череда юбилейных творческих вечеров под общим названием «Театр музыка-люди». То есть 16 октября будет бенефис народного артиста Российской Федерации Александра Кирилловича Пащенко. Этого актера, наверное, знает не только все поколение старшее и среднее города Оренбурга, а знает вообще вся область. Он любимец публики был всегда. 23 октября у нас творческий вечер ведущего солиста-вокалиста Павла Бедарева. И в ноябре у нас 14 ноября творческий вечер нашего куратора театра на правах художественного руководителя Кима Александровича Брейдбурга. И 15 ноября – 80-летний юбилей нашего театра. На эти юбилейные вечера к нам приедут гости из пяти театров России. Это и Москва, и Красноярск, Уфа, Минск, Нижний Новгород. Мы очень их ждем. И будет очень интересная программа, где синтез будет такой актерский происходить, например, там, где первая часть нашего юбилейного вечера будет полностью классическая, состоящая из сцен и опереточных, и балетных. А уже вторая часть вот с нашими гостями, где будут, например, выдан там небольшой секрет, что, например, княжна Тараканова, да, Николай Николаевич будет наша, а, например, князь Орлов будет из другого театра. То есть зрители действительно ждут такие сюрпризы, поэтому, как всегда, очень серьезно к этому всему готовимся. И, наверное, уже все тоже знаете, что у нас композитор Александр Жирбин, чей спектакль «Медюжник и король» мы поставили на закрытие театрального сезона, он пригласил нас на свой фестиваль в Москву. И 24 ноября мы выступаем на площадке Московского театра имени САЦ. Даже в театре никто не помнит, даже из старшего поколения, когда мы последний раз были в Москве, поэтому для нас эта поездка тоже очень значимая. И то, что маэстро нас пригласил, это, наверное, тоже говорит об уровне театра. И 18 декабря громкая наша премьера, которую нам готовит Николай Николаевич Андросов и также постановочная группа. И Кима Александрович Брейдбург как продюсер выступил, и Валерия Брейдбург как музыкальный руководитель. Это новый мюзикл «Дубровский». Николай Николаевич, расскажите подробнее, потому что о Дубровском на самом деле все подписчики фейсбука Брейдбургов уже знают. Это уже наслышаны, но вот раскройте подробности, как это будет на оренбургской сцене. Что интересно? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я с большим удовольствием всегда из Москвы приезжаю в ваш город. Я свидетель, как театр развивается. Мы ставили «Голубой камень», вот этот мюзикл, который был поставлен два года назад здесь впервые в Оренбурге. Я сейчас наблюдаю, как благодаря работе Светланы Евгеньевны, благодаря работе всей труппы театра, наверное, и при помощи Министерства культуры области, как театр развивается, в какой динамике. Могу сказать, что афиша у вас сейчас достаточно столичная. Здесь такие названия и Журбин, и Брейдбург. Думаю, что все это на пользу. Я думаю, что в следующем сезоне спектакль еще сделает какие-то большие достижения. Думаю, что это все очень важно и для публики оренбургской, и для вообще картины, культуры Оренбуржья всего. Я с удовольствием работаю с труппой. Дубровский – это мюзикл, один из произведений, которые Ким Санджи Брейдбург написал для музыкального театра. Очень современный репертуарный такой спектакль. Он идет в некоторых театрах России и ближнего зарубежья. Идет очень успешно. Музыка очень красивая. Вы, наверное, смогли уже изучить музыку Ким Санджи Брейдбурга. Она очень мелодичная, современная, рассчитана на современного зрителя. И очень двигает этот жанр в сторону хорошего развития, такого, как мы сейчас хотели бы. Театр, конечно, старается не забыть и классику, и старается, чтобы в репертуаре были разного рода спектакли. Для того, чтобы публика, которая любит классическую оперетту, все-таки могла увидеть версии постановки театра на своей сцене. Но «Дубровский» — это совершенно какой-то новый этап для труппы. Очень сложный спектакль, современный. Очень много хореографии, очень много драматических сцен. В основе лежит произведение Александра Сергеевича Пушкина. Карен Кавалерян обработал либретто, сделал такой текст для инсценировки. По-моему, очень органично вплетя свои тексты. И мы работаем с теми же артистами, которые были на «Голубой каме», и мы их очень хорошо знаем. Их ресурсы, они сейчас в хорошей форме, репетируют замечательно, хватают все с лету. Мы тратим сейчас на изучение материала гораздо меньше времени. Мы продолжим сейчас по поводу, поподробнее по «Дубровскому», потому что меня на самом деле заинтересовало, как можно классику соединить с новыми такими веяниями именно в «Дубровском». То есть в какую сторону, с какой стороны вы подходите. Давайте примем телефонный звонок и продолжим. Здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь, и ваш вопрос, пожалуйста. Меня зовут Замира Горта Римбург. Скажите, пожалуйста, скоро осенние и зимние каникулы. Будут ли поставлены спектакли для детей? Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, конечно, детская аудитория, она всегда самая желанная, наверное, да, это наше, не только сегодняшнее, это наше будущее для любого театра. Поэтому мы поставили новый мюзикл «Кот в сапогах». Это автор либретта Евгений Муравьев. Его спектакль тоже все полюбили уже Оренбургцы. Так не бывает у нас, прошел такой водевиль. То есть это вторая работа с этим драматургом. И сказка получилась очень яркая, красивая. Как постановочная группа была, молодые ребята приезжали из Нижнего Новгорода. Очень динамичный, очень яркий, такой веселый, очень добрый, теплый получился мюзикл. Поэтому я думаю, что, да не думаю, уже уверена и видела реакцию. И школьников, и маленьких детей, и взрослые родители, которые приходили с детьми, он не оставляет равнодушным точно так же никого. То есть он уже все, в репертуаре уже можно приходить. Он уже есть, конечно, да. И его же мы приготовили вместе со «Снежной королевой» на нашу новогоднюю кампанию. То есть будут играться в новогоднюю кампанию два спектакля. Мюзикл «Снежная королева» и мюзикл «Кот в сапогах». С осенними каникулами как будет обстоять? С осенними каникулами следите за нашим репертуаром. Там все есть. Мы также спектакли для детей, которые, например, патриотического содержания, такие как «Песенный ревью за жизнь». Там все предусмотрели. Школы, какие к нам уже обратились с заявками. Все будет для детей. Приходите. Николай Николаевич, ну все же, кто он такой современный Дубровский? Или это будет тот самый Дубровский, о котором писал Пушкин, но уже, скажем так, с налетом 21 века? Как-то с кота сапога. На самом деле, ну, как вам сказать, мне кажется, для театра очень важно, чтобы публика разного возраста заходила в театр, как в центр притяжения какого-то культурного, чтобы они могли получить там не только информативную какую-то в виде спектакля удовольствие, удовольствие, да, но просто, чтобы там они понимали, что театр находится в центре внимания именно с точки зрения как центр культуры и... Областная мускомедия, вдобавок, еще в центре города находится. Абсолютно, да, чтобы все-таки туда люди приходили, не те, которые любят какой-то конкретно один определенный жанр оперетты, да, чтобы все-таки туда детки приходили и видели там вот замечательный, например, спектакль «Юха Цокату», который старый вроде бы, да, он уже идет давно, но он сделан просто потрясающе для детей, для самых маленьких просто потрясающе, какой-то экшен такой феноменальный совершенно с расчетом на детского... Про Дубровского. Да, про Пушкина я вам так скажу, то есть дело в том, что сейчас такой тренд в мировой культуре, да, все-таки классические произведения немножко переосмыслить и сделать это более современным языком, да, то есть чтобы все-таки современные зрители немножко по-другому воспринимают действительность. То же самое здесь, то есть Пушкин, скорее всего, здесь идет вслед за музыкой Ким Александровича Брейдбурга, потому что музыка первична, то есть тот материал музыкальный, который написал Ким Александрович, он универсальный, он о любви, о взаимоотношениях. Сюжет пушкинский очень ложится на все эти перепития, вот, поэтому здесь противоречия какого-то такого между литературным произведением и музыкальным совершенно нет. Ну, это понятно, но какие все-таки будут именно вот ноты современности? Медведь будет, то есть медведь будет, но он решен как бы не так, что мы выводим на сцену медведя, убиваем там, что-то такое делается страшное. Вот, нет, язык современный, очень много, ведь Ким Александрович Брейдбург в прошлом рок-музыкант, да, известный, и вот этот мотив рок-музыки, он в этом спектакле очень явно будет представлен, неожиданно. Вот я как раз хочу, вот про неожиданность сказать. Нет, там, например, знаете, вот как бы есть сцены, где бунтует дворня отца Дубровского из-за того, что их отдали Троекурову, и это решено в виде такого народного бунта под рок-музыку, что народ просто разносит все в пух и прах. А, объяснение, аж из Дубровского. То есть русский бунт будет по-настоящему беспощадным. Народное развлечение, поджечь своего помещика. То есть в этом есть какая-то дух настоящий, да, такой, что... Ну, дух настоящий, дух русского человека. Ну, как бы только не трогайте нас, тогда мы, значит, не разнесем все. Признание. Вот о том, о чем вы говорили, то, что... Нет, говорим о неожиданных моментах, что там тоже... Да, очень трогательные сцены. Там объяснение Дубровского с Машей происходит тоже под очень красивую музыку, и совершенно это никакой не рок. То есть нельзя сказать, что весь спектакль строится на рок-музыке. То есть у нас есть фрагменты, лирики очень замечательные, есть очень много фольковых музыкальных танцев и фолковой музыки. Девочка у нас поет одна просто как певица народным голосом. Вот вам, как хореографу, насколько легко ложится все это, насколько быстро все придумывается? Потому что вот если музыка идет, она идет, да? Ну, во-первых, я скажу, что музыка удобная для постановки. Есть такое выражение, да? То есть мы не вымучиваем сцены, это все ложится очень на сюжет хорошо. А во-вторых, это же ведь мы уже поставили. То есть эта постановка уже много лет идет в разных городах. Мы переносим как бы эту версию, и Ким Санч Брейдбург настаивает на том, чтобы версии были одинаковые, без интерпретации. Это принцип западного партитура есть музыкальная, хореографическая, текстовая, вокальная. То есть все записано и зафиксировано, зафиксировано и не интерпретируется. Это его подход. Мы это так и делаем. То есть мы просто имеем нюансы в виде исполнителей других, но партитура сохраняется. У нас замечательный оркестр играет. То есть у нас музыкальная... Оркестр будет действующее лицо спектакля. Он будет весь спектакль сидеть на сцене. Давайте примем телефонный звонок. Мы на самом деле заинтриговали. Уже ждем. Здравствуйте, слушаем вас. Представьте себе ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Анна, я из Оренбурга звоню. Скажите, а будет ли в этом году продолжать эти спектакли «Снежная королева»? Он мне и моим детям очень понравился, и мы, наверное, с удовольствием сходили еще раз на него. Спасибо. Да, конечно. Я только чуть-чуть раньше об этом же говорила, что на Новый год мы даем как раз право выбора для родителей, для детей, что будет идти два мюзикла. «Снежная королева» и «Кот в сапогах». Ну и этот спектакль «Снежная королева» у нас идет ежемесячно. Поэтому, пожалуйста, приходите. На эти спектакли всегда очень много приходит людей, детей. Я понимаю девушку, которая звонила, потому что я сама очень люблю этот спектакль. Он безумно красивый, он безумно трогательный. Так что, пожалуйста, всегда приходите, мы всегда рады. Светлана Евгеньевна, вот тоже такой вопрос к вам. У меня вот такое чувство, что музыкальная комедия – это такой театр, в котором всем открыты двери. Потому что и Брейдбург, и Николай Николаевич принимают участие. И приезжал Александр Дмитриевич Вавилов из Минска, делал свою постановку. Вот вы сейчас рассказали из Нижнего Новгорода. Что дает это театру? Ну, это театру каждой новая постановочная группа, это как новый глоток воздуха. Вот мы даже после «Голубой камеи», Николай Николаевич, он же не даром сейчас сказал, насколько ему стало легче работать. Потому что первый раз, когда он приехал, и когда актеры никогда в такой эстетике не работали, и ему непросто, мы вообще снимаем перед ним шляпу, и мы все, весь театр сидел на репетициях, когда была «Голубая камея», потому что такого не видел никто никогда. Вообще его манеру работать с актерами, как он выкладывался, как он их учил вообще делать первые шаги. Он очень большой задел, как кореограф, как режиссер им дал, а сейчас просто каждая новая группа, они дают что-то свое, но канвата, основа уже у артистов есть. И они очень трудно им было в спектакле зажить за жизнь, потому что приезжала обстановочная группа из Минска, и Юля, у нее совсем были другие методы хореографии, абсолютно там по-другому все танцевали. И сначала также у наших всех были глаза огромные, что как можно на один такт делать сразу несколько движений. Но сделали же, и затанцевали. Но это каждый новый спектакль. Вот так же и Бендюженький король. Но мы же тоже сознательно знали, что он, может быть, не будет кассовым, такой, как Голубая камея, такой, как Снежная королева, как Дубровский. Потому что это, во-первых, Бабель, это психологический очень спектакль. Он очень, может быть, так кажется, что он тяжелее, конечно, для восприятия. Вот тот спектакль, который думает, заставляет думать, и он просто поглощает тебя так, ты не пришел отдохнуть, как на Голубой камея или на других таких вот веселых мюзиках. А здесь ты должен погрузиться полностью. Это же тоже не все еще к этому готовы. Понимаете, не все. Но тот же Александр Лебедев, мы только до эфира с Николаем Николаевичем его вспоминали, он же дал как драматическую школу, потрясающую для артистов. И там такие роли крупного плана, как исполняют наши ребята, то это просто все единодушно, кто смотрели, сказали, что это заслуживает губернаторской премии. Это опять новый виток. Театр должен удивлять. В театре не могут быть все спектакли идти одним шаблоном. Понимаете, вот пришел, отключился, посмотрел. Конечно, музыкомедия, она подразумевает в первую очередь красоту. Но, во-первых, чтобы это было, это же еще и финансовая сторона огромная, да, чтобы нужно поставить хороший спектакль, хороший, качественный спектакль. Здесь нужны финансовые затраты большие. Поэтому подряд такие спектакли ставиться не могут. Можете вы сказать, Николай Николаевич, сейчас об актерской группе, что на самом деле они такие становятся универсалами, многогранными? Вот не на одну, скажем так, роль заточена, а уже получается многогранная. Конечно, нет. Мне с ними очень приятно работать, потому что, во-первых, они хотят. Они хотят совершенствоваться, совершенствоваться не только в актерской игре, а и в вокале, и в хореографии, то есть во всех сторонах. И мне кажется, сейчас трупы и сам театр, они намного опережают события, которые происходят просто в бытовой части театра. То есть театр развивается гигантскими скачками, а вот финансы отстают. То есть им бы немножко здания там привести в порядок, чтобы люди приходили в это помещение как на праздник. Красота внешняя соответствовала. Чтобы просто жанр... Ну, как бы, жанр оперета – это спектакль о любви. Там, если вы посмотрите весь репертуар, Сильва, Марица, Дубровский, Дон Жуан, да, «Голубая камея», там везде есть главные герои, которые друг друга любят. Как сказать, мы пропагандируем это, да, чтобы люди, которые приходят в зрительный зал, они уходили с ощущением влюбленности друг в друга. Да, в красоту музыки душевной. И если все здание осталось еще с 37-го года в таком же состоянии, то, конечно, это немножко отстает. И хотелось бы, мы сегодня у нас было совещание в театре, мы про это говорили, что хотелось бы, чтобы влюбленные пары, приходящие в театр, все-таки для них это становилось событием не только по поводу спектакля на сцене, а и вообще просто приход в это здание. Да, и возможно, потом даже, может быть, регистрация, уже потом непосредственно регистрация брака, почему бы и нет. Но тоже для этого должно быть красивое здание. Ну, это и такая сразу идея, которую Лос-Светлана Евгеньевна так сразу задумала. Давайте примем телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Татьяна из Оренбургского района. А вот театр музыкальной комментии стал родоначальником такой замечательной традиции, как благотворительные спектакли. Скажите, пожалуйста, а будет ли эта практика продолжена и вообще какой эффект они приносят? Спасибо. Ну да, два года подряд на сцене нашего театра проходили благотворительные спектакли. И после первого спектакля как бы все участники объединились, создали фонд «Необыкновенное чудо». И уже под эгидой этого фонда мы делали как бы свой второй спектакль. Но эта традиция очень хорошая. Во-первых, потому что приходят в театр и люди другие, даже когда, может быть, кто не был в нашем театре. Но самое главное, что эта благотворительность, она идет школам-интернатам. И в этом году мы были очень счастливы, что мы отправили детей на море, не просто на поезде в такую жару, а даже нашли возможность отправить их транспортом, аэрофлотовским самолетом. Поэтому я считаю, что это очень нужное дело. Это нужное дело вообще, потому что оно гуманное. Во-вторых, и наши-то уже даже все, и артисты, и весь коллектив театра, все даже технические персоналы, они все принимают вот этот спектакль уже как свой. Они очень трогательно. Ну, Лена сама участвовала, наверное, сама знаешь, как одевают костюмеры, да, как там готовят нашу сцену монтировщики, как накручивают нам волосы там парикмахер. Во время спектакля, как советуют. Да, и вот за только эти глаза детей, которые к нам приходят, и которые мы знаем, для чего мы это делаем, и все люди, которые после работы остаются с 7 часов вечера до 11, до 12, репетируют. Мы очень много на эту тему уже говорили, но я думаю, что это все-таки форма реальной благотворительности. И раз уж она на базе нашего театра произошла, то иметь она продолжение будет. На базе вашего театра произошло тоже такое событие, три года назад получается, это народный кастинг. Да, три года назад. Это, можно сказать, впервые такое было. Вот будет ли тоже, во-первых, что произошло с этим артистом, как дальше сложилась их судьба, Николай Николаевич, да, вопрос больше. И будет ли продолжена эта практика? Вы знаете, я, честно говоря, очень за продолжение, потому что, конечно, когда вы находите в городе, в Оренбурге, новых, талантливых, молодых артистов, это бесценное, абсолютно бесценное событие такое для театра. Вот сейчас Катя Шарапова, которая сейчас вышла замуж, она теперь Садовская, она же была найдена тоже после народного кастинга на «Голубую камею». Причем она бухгалтер, да? Она совершенно не имела отношения к сцене, но сейчас, вот мы вчера с ней репетировали, например, сцену с Машей, где она объясняется с Дубровским, а она стала профессиональной актрисой, абсолютно она совершенно в материале, как будто бы училась в театральном вузе, то есть она уже абсолютно все понимает, о чем мы говорим. У нас совершенно другой подход сейчас к репетициям, не такой, как был до этого, потому что и Валерия Вячеславовна Бридбург ее натаскивала на вокальные партии и на мизансцены, и мы с ней работали и по хореографии, и по актерскому мастерству. И сейчас она вполне абсолютно может соперничать с людьми, которые закончили театральный вуз. Она сейчас работает абсолютно... Но в Дубровском будет продолжена эта традиция или нет? Это все-таки уже профессиональный актрис. Вы знаете, по-моему, попытка такая была, но, по-моему, вот как раз по Дубровскому цель другая, просто не сделать народный кастинг, а дать артистам, которые в театре уже работают, новое дыхание. То есть, да. То есть, мне кажется, Ким Александрович вернется к народному кастингу тогда, когда исчерпается какая-то вот логика события между артистическим составом театра, потому что сейчас, наоборот, нужно этим артистам дать новую пищу и новую... У нас же четыре студента остались по окончании института Ростроповича, и они остались в труппе. Вокальный ансамбль пополнился действующими студентами, например. Так что, как бы так, пока такой вот острой необходимости... Молодежный состав. Очень молодежный состав. И все очень хотят, чтобы рождались новые произведения, современные. То есть, все горят работать. С другой стороны, понимаете, у них и такое же отношение к классике. Вот я видел, как они выступали недавно в Морице, в Сильве. Которым 10 лет. У них абсолютно отношение к этим ролям у них тоже поправилось. То есть, они дают молодежное дыхание и этим произведениям, которые уже давно идут в театры, за счет молодости, за счет энергетики, за счет своего желания, горящих глаз, какого-то динамики просто, да. И это здорово. Это значит, театр жив, у него процесс живой внутри. Только нужно этот процесс поддерживать путем того, чтобы все время заинтересовывать новыми какими-то работами, новым репертуаром. А вот то, что говорит Светлана Евгеньевна о том, что, ну, конечно, все, что мы делаем с артистами, оно не может выходить голым на сцену. То есть, ну, нужно все равно их как-то одевать, обшивать, обувать, это все содержать. То есть, конечно, театр требует материальной помощи. А вот с этим трудно, с этим трудно, и, как бы, очень много проблем Светлана Евгеньевна с этим борется, и я думаю, что мы победим. Ну, на самом деле, это очень интересный вопрос, потому что сейчас все-таки театрам особое внимание должно быть, потому что, мне кажется, сейчас происходит такое перерождение у публики, Светлана Евгеньевна. Согласитесь со мной или нет? То есть, публика все больше начинает привлекать театр или нет? То есть, аудитория молодеет или нет? Конечно, конечно. И вот сейчас уже как, у нас уже как шутка такая пошла, как вы не смотрели голубую камею, да? То есть, это уже не только наше, это вызывает, ну, просто такой уже, знаете, вопрос, даже недоумение полное, потому что люди уже приходят по несколько раз, и те, кто очень давно к нам не ходили. Просто вчера в экономическом клубе мы как раз говорили о социальном предпринимательстве, и вот это одна из тех историй, которая может помочь театру как раз и привлечь и ресурсы, и в то же время нести такую социальную направленность. Давайте мы примем телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста, и ваш звонок. Здравствуйте, зовут меня Ольга. Скажите, пожалуйста, можно ли купить билеты на спектакль через интернет, и что для этого нужно сделать, как эта процедура проходит? Спасибо. Ну, этот вопрос у нас как бы уже проработан, мы уже практически купили все оборудование для того, чтобы перейти уже на электронную форму продажи билетов. Ну, дело сейчас немножко застопорилось, потому что мы ждем общего совещания в министерстве, потому что там несколько другие планы сейчас на эту ситуацию. Ну, в принципе, мы к ней готовы полностью. Ну, как вы считаете, вот сама продажа билетов через интернет, она расширит аудиторию, то есть делает более доступную? С самого начала я не очень надеюсь на это, потому что это практика не только наша, например, города Оренбурга, это практика везде, это же народ тоже должен еще к этому как бы привыкнуть, да, но мы очень хотим идти в ногу со временем, и на любое новое нужно все-таки какое-то время для его осмысления, поэтому чем мы раньше к этому придем, тем больше шансов у нас будет в будущем продавать билеты. Добавить, например, про Москву, то есть там просто расстояние другие, как бы, и люди не всегда могут переместиться до кассы доехать, до театральных, там наоборот, через интернет продается львиная доля всех билетов, то есть через кассу может продаться 30 билетов, а через интернет 900, поэтому тут отношение, я думаю, что Оренбург же расширяется, город расползается по окрестностям, все равно же это будет потребность, конечно, будет потребность, но не все могут поехать в театр, в кассу и там купить билет, это все сложно становится, вот, поэтому, конечно, интернет надо разрабатывать. Более того, сейчас все молодые люди, все Facebook, Instagram, там, и всякие эти стены и все остальное, то есть гораздо более пользуются этим, чем я вообще не пользуюсь, то есть я не знаю, как это работает, но молодежь вся там, у них обсуждения, обсуждалки всякие там, всякие блоги, всякое, все в интернете, жизнь эта кипит там просто, бурлит, всякие фотографии идут, рецензии, отзывы, это очень важно наладить. Вот важно, что в театре служба, которая занимается интернетом, она работала современно. Ну, это, конечно, это большое привлечение аудитории, то есть даже мы, как телевизионщики, мы тоже чувствуем вот эту конкуренцию, в любом случае, она есть. Ну, вернемся к тому, с чего мы начинали, начинали мы с того, что этот театральный сезон, он юбилейный, 80 лет, знаете, у меня вот такой вопрос, вот, скажем так, официальную часть мы проговорили, да, что она достаточно насыщена, она получается каждую неделю будут такие достаточно интересные мероприятия, для телезрителей, еще раз скажу, что следите за репертуаром, музыкальная комедия приготовила очень интересного по случаю своего юбилейного театрального сезона. Вопрос другой, капустик. Какой будет свой капустик внутри? Потому что любой театр, он славится всегда своими капустиками. Да. Или актеры еще не раскрывают? У нас настолько плотный сейчас график, просто даже не то слово плотный, и жесткий, наверное, это мягко сказано, потому что к приезду постановочной группы мы же практически стараемся уже, да, как бы полностью свой, все часы отдать, какие можно, но у нас есть еще такое понятие, как государственное задание. То есть у нас есть определенное количество спектаклей, которые мы должны сыграть. И вот мы бы даже рады Николаю Николаевичу дать больше времени, да, но получается, что утром его репетиции, а вечером уже наши спектакли, от которых мы просто сейчас не можем отказаться. Конечно, мы будем готовить и будем к этому очень серьезно готовиться, но пока, дай бог, нам бы вот осилить то, что у нас сейчас вот запланировано. По государственному заданию это какие спектакли? По государственному заданию мы должны три спектакля в год поставить новых и сыграть определенное количество спектаклей, заработать определенное количество денег, и чтобы к нам приходило определенное количество зрителей. за невыполнение любого из этих показателей, значит, мы не выполняем госзадания. А спектакли какие будут? Ну, спектакли... Еще пока секрет или нет? Нет, но пока да, я бы не хотела. Дело в том, что сейчас в связи с приближающимся финансовым кризисом у нас прогнозы совсем неутешительные. Я, к сожалению, пока не могу с уверенностью сказать, хотя мы с Кимом Александровичем, я считаю, что разработали просто шикарную репертуарную политику на следующий год. Но если сейчас нас снимут деньги с бюджета, я не знаю, как мы вообще выживем и как мы вообще будем жить. Я уже не говорю о том, что мы будем ставить. Поэтому, к сожалению, сейчас очень драматическая ситуация, и я не смогу. Я бы очень с радостью сейчас просто потрясла бы вас одними названиями, которые мы придумали, но я не могу это сказать, если я заявлю это публично, я должна за свои слова отвечать. А я не знаю, что будет на следующий год. Ну, с другой стороны, рассмотрим это немножко с другой позиции. Это будет интрига. То есть зрители посмотрят репертуар, который уже представлен. Остальное будете удивлять. Потому что все-таки мы поверим вам на слово и на слово Киму Брейдбургу, потому что Ким Брейдбург умеет удивлять. Да, Николай Николаевич, вы со мной согласитесь? Давайте примем телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос. Алексей, у меня такой вопрос. Сегодня многие ездят на личных автомобилях в театр. Вот, предусмотрены ли парковочные места для ваших зрителей? Спасибо. Спасибо. Ну, на самом деле, проблема серьезная. Ну, это самый больной вопрос, который есть. Но дело в том, что мы с этим вопросом справиться, во-первых, не можем. Почему? Потому что у нас есть по плану нашего здания определенное количество земли, которое нам принадлежит. Все, что уходит за бордюр, то бишь, это уже не наше. И даже та стоянка такси, которая у нас стоит и просто занимает место, мы ничего с ними не можем сделать, потому что это уже городская территория. И наши ребята, которые приезжают там на своих машинах, это служебная наша стоянка, она просто даже не может обеспечить такого количества места вот именно для установки транспорта, которое есть. Еще учитывая, что у нас там еще кафе рядом, в которое тоже приезжают все как бы на своих машинах. Это очень больной вопрос. Но я бессильна, потому что мы с огромным нетерпением ждем. Юрий Александрович Берг говорил, что вот сейчас сдали Орский театр, 6 ноября сдается Багурсланский театр, мой бывший театр. И я очень надеюсь, что следующая очередь наша, что пройдет немного времени, и мы точно так же с гордостью или реконструируем, или что-то сделаем с нашим театром. И решим тогда все эти проблемы, которые сейчас просто невыполнимы. Перейдем от бытовых вопросов опять к творческим. Николай Николаевич, вот вопрос такой. Что посоветуете зрителям, скажем так, вот составить свой такой рейтинг спектакля, который нужно пойти в этом году, вот в этом сезоне? В нашей мускомедии? Да, в мускомедии. В мускомедии, да, да, да. То есть с чего начать, вот скажем так, вот рецепт от Николая Николаевича Андросова. Тот, кто не видел новые постановки, то я думаю, конечно, надо сходить на «Бендюжник и король» обязательно на «Кот в сапогах», «Снежная королева» и «Дубровский». Вот, ну, как бы, ну, камея, голубая камея, она уже идет долго. В принципе, можно... С чего начать? То есть, вот скажем так, вот пошаговая такая инструкция. Так, чтобы это было... Я думаю, что надо сходить на «Бендюжник и король» обязательно, потому что все-таки это итог предыдущего сезона такой серьезный. Вот. «Кот в сапогах», «Снежная королева» – прекрасные спектакли детские. Вот, Дубровский... Да, семейные, а Дубровский – это молодежный мюзикл. То есть, ну, он не то, что запрещено приходить людям пожилого возраста, но просто расчет все-таки на молодежную аудиторию. Я думаю, что в таком каком-то порядке, смотря кто члены семьи. Если есть детки, то, наверное, надо на «Кот в сапогах» и «Снежная королева» обязательно сходить взрослым на «Бендюжник и король» и Дубровский. Ну, в первую очередь. Ну, конечно, «Голубую камею» не забывайте. «Голубую камею» не забывайте. Потому что я знаю уже несколько, очень много зрителей, которые мало того, что там все уже посмотрели по два состава, которые просто по пятому, шестому разу все идут. Нет, Дубровский очень хороший. И говорят, что на этом спектакле они тоже отдыхают. Очень хорошее произведение. Во-первых, это все-таки русская классика. Вот все-таки это не придуманный сюжет, а это еще и встреча с литературой замечательной нашей, да, из-за Сергеевича Пушкина. Особенно полезно быть школьником. И чтобы в сочинении не сложилось ошибочное мнение, потому что очень много же сейчас в Москве классику ставят в современном. Как бы у нас нет. У нас же и костюмы классические, и все классическое, так что все традиционно. Никаких извращений на сцене нет. Вдруг это зрителя там как бы не отпугнуло. Нет, просто музыка современная, остальное и все. Ну, решение, знаете, все-таки вот «Пираты Карибского моря» это тоже своеобразный комикс, мюзикл, да, то есть там много музыки, много очень сцен красивых. Это же ведь... В то же время очень много таких... Интересное же произведение, вот современное, хорошо костюмированное, да, хорошие актеры. Здесь то же самое, то есть костюмированно, музыкально, эффектно. И плюс еще образовательно. То есть это все-таки, еще раз повторюсь, встреча с русской литературой замечательная. Тем более год литературы. Мы же не даром выбрали Дубровского. Мы заканчиваем год литературы одним из самых грандиозных произведений нашего великого поэта. Если, скажем так, вот анализировать весь репертуар, который есть, вот Светлана Евгеньевна, такой вопрос. Какая фишка в каждом произведении? Вот для телезрителей, для наших. То есть что в Голубой камеи, вот на ваш взгляд, больше всего вам нравится? Что вот в Дубровском? Ну, в Голубой, вот понимаете... То есть вот так вот по каждому произведению давайте пройдемся. Да, вот народ, который после Голубой камеи пришел там на того же Бендюжника там или на какой-то другой спектакль, все идут уже наподобие Голубой камеи. Что должен открыться занавес, и первое чувство у людей, даже уже при супере, который закрыт, уже понимает, что это что-то не вот тебе какая-то там тряпочка висит. То есть когда открывается занавес и видит декорации и костюмы, народ, ну, просто остолбевает, и какое-то время, ну, действительно сидит, не ожидая, что такая красота, и что потом, когда уже начинают петь артисты, недаром же все спрашивали, а где же вы денег-то нашли московских артистов-то приглашать каждый раз? То есть у народа понятие, что раз постановочная группа московская, артистов даже наших не узнавали, конечно, очень сложно приходить. Я же не даром говорю, что все спектакли должны быть разные, да? Очень сложно некоторые принимают уже того же бендюжника, что идут на вторую голубую камею, например. А так не может быть. Это каждый спектакль, он по-своему. Абсолютно. Ну, там вот такие, как голубой камей, да, это любая аудитория от детской из розы. Бендюжник, он уже другой, например, конечно. За жизнь мы тоже думали, как песенное ревью. Посмотрите, как его дети смотрят. Посмотрите, сколько трогательностей, как там же тишина гробовая, когда поются песни военных лет. Да я сама сколько раз его смотрю, я все равно не перестаю восхищаться. Как там ребята тоже работают. Да любой из этих спектаклей, любой. Точно так же классика, как бы ни была. Конечно, для того, чтобы сейчас приучить молодежь ходить на классику, на нее нужны такие же затраты финансовые, как на голубую камею. Здесь, и я это знаю, и с Николаем Николаевичем согласна, что когда открывается зал, сцена там, занавес, и там куца бедная, и как бы артисты не выкладывались, и как бы они не играли, мы все-таки привыкли видеть оперету советских времен, что это авангард моды, это самые красивые женщины и самые потрясающие мужчины. Это всегда были в оперете. Ни с чем это было не сравнивало. Это феерие, да. И шампанское. Поэтому для того, чтобы это было, чтобы поставить новую классический спектакль, на него нужны такие же финансовые затраты, как на самый громкий мюзикл, если даже не больше. Все опять упирается. Мы все это понимаем, все понимаем разумом и знаем, что как только мы поставим такую классику, яркую, красивую, фееричную, молодежь и будет оперетой смотреться. Ну, голубой камеи вы на самом деле переломили ход истории в данном случае. Конечно, это был первый такой вот шаг. Я, знаете, хочу сказать, все очень просто. Дело в том, что мы все, вся команда, которая сейчас занимается постановкой, мы просто любим зрителя. Мы не любим себя, как бы уважаем нашу артистическую всю проблематику, но мы любим зрителя, мы работаем для зрителя, а не для себя, чтобы как-то самореализоваться, экспериментировать, тратить государственные деньги, непонятно на что, в результате получать спектакль, который не интересен залу. Очень много анализирует Ким Саныч, а что сделать, вот я имею в виду Ким Саныч Брейдбург, он много очень анализирует, а как дальше развивать репертуар, так, чтобы новый зритель, который должен приходить в зал, ему это стало интересно. Публика сейчас другая, она не такая, какая была даже 5 лет назад, то есть она совершенно другая, так же, как меняется жизнь, жизнь меняется, и зритель приходит с другими ожиданиями от артистов. Мы должны быть к этому готовы и даже чуть-чуть немножко опережать. Опережать, в первую очередь. Опережать, потому что все же требует времени на реализацию. Поэтому репертуар должен быть такой, который сейчас, учитывая на то, что нам нужно рассчитывать только на собственные заработанные средства, у нас нет права, как мы говорили с Брейдбургом, на ошибку. У нас такого права нет. Мы должны четко все выверить, чтобы каждый спектакль, он помимо того, что он был интересен зрителю, он должен быть еще и кассом. Он должен приносить театру деньги, иначе мы не выживем. А вы знаете, простите, я вас перебью, мы пришли к выводу, что если со сцены зритель видит положительные эмоции, которые трогательные, которые задевают его сердце, он придет еще много раз. Если его со сцены ничего не трогает, да хоть что вы там сделаете, какие угодно костюмы наденьте, он больше не придет. Он пойдет там, где он это получает. У нас просто две минуты осталось до конца эфира. Подведем итог нашей программы. Итак, театральный сезон, 80-й театральный сезон. Да, я имею в виду открылась. Почему? Почему оренбуржцы должны прийти? Прям вот. 30 секунд вам, 30 секунд вам. Ну, потому что, во-первых, мы очень любим нашего оренбургского зрителя, и все уже знают, что у нас потрясающий зритель. И я тысячу раз это говорю и скажу еще тысячу первый раз, что мы очень любим всех наших зрителей, и все, что мы делаем, мы делаем для них и ради них. Николай Николаевич? Я скажу так, что невозможно получить те эмоции, которые со сцены вживую транслируют артисты в зрительный зал, нигде больше. Приходить это можно получить только в театре, здесь и сейчас, как говорят классики. То, что артист со сцены может в качестве любви, в качестве музыки и красоты сообщить зрителю, он может сделать это только на сцене в театре, а не через видео, через интернет или еще как-то. Поэтому зритель, конечно, должен приходить в театр. Спасибо вам большое. Я желаю вам только одних аншлагов, чтобы каждый раз вечером, проезжая мимо музыкальной комедии, я видела такую картину, а есть ли лишний билетик? Так что я думаю, что все будет получиться и все же те финансовые вопросы, о которых мы говорили, те финансовые проблемы, они будут решены, потому что Оренбургская областная музыкальная комедия на самом деле по-настоящему удивляет даже неискушенного зрителя. Так что спасибо вам большое. А я с вами прощаюсь, встретимся с вами на следующей неделе. Кто у нас будет в гостях и о чем мы будем говорить в этой студии, вы узнаете из анонсов на нашем канале и, конечно, в программе Новости дня. Удачи, оставайтесь на нашем канале и проводите время с пользой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова